О нет! Опять это чудище! Всем привет! Говорит и показывает Москва, с вами Андрей. Сегодня у нас анпак-обзор, обзор-сравнение двух вот таких фигур от компании NECO. Персонаж Кейн из первого фильма «Чужой» 1979 года. Соответственно, серия 3 от 2014 года, а также серия 3 из юбилейного издания к 40-летию фильма. Обе фигурки относительно редкие, но что удивительно, вот это первое издание 2014 года, оно до сих пор попадается, а вот переиздание очень сложно найти. Как мы видим, изначально фигурка шла без лица персонажа, который был сыгран Джоном Хёртом. Вот, по всей видимости, при жизни на актер не давал согласия на использование своей внешности. Ну а после его смерти, соответственно, ушлые родственники, видимо, подсуетились. И фигурка в 2021 году уже вышла с лицом персонажа. Окей, ну давай сначала посмотрим на упаковки, начнем с 3 серии 2014 года. Так. Вот так выглядит упаковка с таким вот крючком. Характерные формы, обращайте внимание. Не могу сказать, были подделки или нет. Вот, но оригинал выглядит вот так. Вот, а это было у нас в 35-летию, получается. С этой стороны у нас инфицированный кейн. Здесь в шлеме. Так, сзади у нас вот такая формация от Геокома. Так, краткая история. И прочие фигурки серии. Здесь у нас еще старый стиль, но не позже, даже какая-то пробивка была. 367, по всей видимости. Н, наверное, 0,3 или 23. 0,3, да? 23-14. То есть 23 марта 2014 года. Вот такой характерный шрифт еще старых серий. Потом они стиль прожига поменяли. Обращайте внимание на эти шрифты. Так, и снизу. Вот такая информация. Рил Туис без белых вставок. От 0 до 3 жиреньким шрифтом. Толстый ободок символа переработки. И вот такой уникальный код продукта. 20th Century Fox. Окей. Теперь Кейн с 40-летнего издания. Бумажный крючочек смотрит направо. Упаковка под ретро-упаковку от Кеннера. Очень крутой дизайн. Здесь промо-фото Кейна. Здесь у нас просто Эллиан с 40-летия. Сверху вот так. Сзади у нас вот так. Давайте сразу проверим скотч. Он у нас круглый. И составляет 2,5 см. Так, промо-фото. Вот Кейн опрометчиво заглядывает в лицо чужого. Прочие фигурки серии. Так, здесь вот такая важная информация. Фигурка была произведена 11 августа 2020 года. Ревиз 21-го. Тонкий ободок символ проработки. Жирненький. От номера трех шрифтом. Реал, то есть без белых ставок. Это Century Fox. Вот так. Ну и официальный импорт был. Я покупал у официального дистрибьютора. Окей, сейчас раскрою и вернусь. Распаковано. Давайте посмотрим на них на блистере. Начало Кейн 14-го года. Вот так вот выглядит на блистере. Видим, что фигурка была привязана черной проволокой. Вот. Здесь мы видим номер 51377. И сзади. Ну, узелки, видите, в 14-м году они затягивали еще пальцами. То есть не было такого протокола. Однако достаточно плотно привязан. Так, теперь Кейн 40-летие. Вот так выглядит. Здесь уже привязан плоской белой проволокой. Ну, в пластиковом таком кожухе. Внутри блестящая железная проволока. А ноги привязаны к круглой белой проволокой. Аксессуары. Так, тут тоже есть номер. 51703. Здесь мы уже видим затянутый инструментом. Классически очень хорошо. Окей, сейчас я их отсоедню и вернусь. Итак, начнем наш обзор с аксессуаров. Возникла непредвиденная трудность. Дело в том, что Кейн 14-го года при извлечении из блистера оказалось так, что на нем краска, вернее, может быть, лак или что-то такое, не застыла за все эти, получается, 10 лет. С такими я сталкивался у Нека только с Хардшипом. Это кайджу из линейки Тихоокеанского рубежа. В общем, невозможно совершенно трогать. Все пачкается. Наверное, надо будет покрыть лаком попробовать вот эти места. Поэтому обзор несколько затруднен будет. Также эта смывка на ранце у него присутствует. На этом вот элементе, на поясе. И на шлеме все пачкается. Попробую, конечно, показать. Так, сначала посмотрим на фонари. Да, это не детектор движения, а фонарь, именно я забыл. Ну, чуть-чуть более серебряный этот кончик у 14-го года. Темным сделан у 21-го года переиздание. Вот так хорошо отражает свет, как будто бы прям светится. Ну, и здесь ручка покрашена. Здесь она тоже выделена другим цветом, как бы серым. Ну, поинтереснее, мне кажется, оригинал. Так, теперь бластеры. Здесь немного другой красный цвет. Из основного. Чуть-чуть разный тон, но вот самих пушек. Более блестящий оригинал, мне кажется. Здесь тоже красный отличается. Так, теперь, соответственно, посмотрим на поврежденный шлем от кислоты или цехвата. Вот видим разницу в покраске, конечно. Более интересный, кстати, оригинал. Если бы не вот этот вот косяк смывки. То бы меня просто бесит. Здесь вот синеньким получается у него фонарей почему-то. На оригинале тоже... Не, на оригинале. То ли зеленый, то ли голубоватый. Непонятно. Ну, вот. Вот эта вся вот смывка. Как сказать, медная или какая-то там. Он весь блестит, конечно, но она не застыла. С новой версии такого косяка нет. И другие фигурки серии, они как бы... Там, 14-го года старых серии таких проблем я не помню. Ну, повреждения от кислоты, я так вижу, одинаковые могут. Так, у передания еще идет верхняя часть шлема отдельно, чтобы можно было, в зависимости от сцены, которую вы изображаете, на своей диораме менять настройки, так сказать. Дальше давайте сравним сразу лицо с лицехватом. Возможно, мол, кстати, новый. Вот ухо здесь немного, оно больше выдвигается. Но, с другой стороны, это все сборные фигурки, части. То есть сам лицехват, голова. Вполне возможно, просто по-другому немного собрано. Что здорово, здесь вот именно тот лицехват изображен. То есть вот эти длинные у нее передние пальцы, ноги, да. Все лицехваты, которые Нека складывал в свои наборы, они вообще другого немного вида. Не тот, который в первом фильме был. Жалко, что нет вот именно такого. Теперь давайте посмотрим отдельно на голову Джона Херта, который получился просто шикарный. Вот реально он выглядит, как актер. Настоящий. Такие детали. Даже вот бородавка у него на бороде. Все, как у реального актера. Волосы такие. Прикольно. Прилипнувшие к колбу от жарии. Мне вот нравятся эти шлемы под германских летчиков Второй мировой войны. Типа так должны были выглядеть космонавты будущего. Ну здорово. Даже пряжечи, пряжки вот эти все выделены. Кнопочки. Точнее вентиляционные отверстия, по всей видимости. Очень много деталей. Да, вот внимание к деталям. Нека, конечно, крутую работу проделал. Так. Ну, как бы головами они, естественно, отличаются. Давайте вот так пройдемся, приложив их один к другому. Какие здесь отличия. Даже разработать не могу эту фигурку как следует. Потому что все мажется, липнет. Так. Ну, так выглядит. Здесь более интересный покрас. Шарфик или что там. Так. Кейн на груди. Да, вот этот щиток весь он блестит и весь липкий. Ну, эффект такой ржавости как бы присутствует. Он выглядит и круто, да, вот в сравнении с этим. Но и только. Ну, тут и там разные немножко цветовые гаммы. Молды рук одинаковые. Одинаковые. Сзади. Да, видим, как по-разному покрашены ранцы с кислородом. Я бы сказал, шикарный этот, но не доделан. То есть не закреплен этот краситель. Вот тут от одного движения уже краска слетает. Как вы видите, в коленях. Тут такой проблемы нет. Ну, собственно, давайте посмотрим на молд. Здесь на одной ноге ничего нет. А здесь у нас 20-14, насколько я понимаю. Да, 20-14. Так хорошо видно. Так, а здесь молд стоп другой. Надписи есть на каждой стопе. Fox Always Reserved. Ineco 2019. Ну, в целом, вот так. Окей, едем дальше. Ну, что ж, финальные мысли. Да, конечно, первое издание Кейна разочаровало. Ну, впервые, конечно же, то, что нет скуптора головы без лицехвата. Естественно, 40-летие издание это исправило. Это круто. Ну, и плюс контроль качества. То есть тут какая-то ерунда с краской. Ничего не застыло. Хорошая задумка, красиво пролили, но оно не работает. Ощущение, будто лего создается. Но это официальная продукция. Вот. Поэтому обеими руками загласую за переиздание этой фигурки. Вот. А фигурку 2014 года, если найдете такую, можно спокойно пропускать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.